Первыми на борьбу со стихией выходят дворники. В Кировском районе это более 450 человек. С пяти утра они расчищают территорию у подъездов, тротуары, а уже потом дворы убирают техника, задействуют все имеющиеся машины. Качество уборки снега в 13, 14 и 15 микрорайонах проверили глава Самары Елена Лапушкина вместе с главой района Игорем Рудаковым. Он вот ложится снег и ложится. Я ничего не говорю, работы полно сейчас, пахать и пахать. Нам самое главное сейчас, чтобы общественный транспорт не встал, с дворами потихоньку разберемся, соцобъекты все. Техника есть, люди есть, всех на выходные вытащили, все работают, контракты все заключены. В первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам, школам, детсадам и больницам. Убирают снег на контейнерных площадках, чтобы рекоператор своевременно вывозил мусор. И пока большая техника проходит проезжую часть, малая очистит тротуары. Тротуары уже прочищены, проезжая часть, пусть даже асфальта пока не видно, потому что реагент не работает еще, движение не такое сильное. Но движение без заторов идет, жалоб на пассажирский транспорт, перебои тоже пока по Кировскому району отсутствует. Снег достаточно большой, выпал уровень. Жители с пониманием относятся, и я еще раз хочу обратиться. Ну, может быть, и извиниться, что мы, допустим, не успеваем так быстро с учетом такого количества осадков, но в любом случае на все замечания реагируем. В районе мобилизовали все силы. Территорию разбили на квадраты, каждый из которых закрепили для контроля за сотрудниками администрации. По словам Елены Лапушкиной, работы впереди еще много, тем более, что снегопад обещают и на этой неделе. Нужно провести расширение проезжих частей и тщательнее чистить дворы. Мы увидели, что работает и техника, и управляющая компания, что работает техника-подрядчика, научно-дорожная система. Тем не менее, работа, конечно, еще предстоит более серьезной. Тем более, снегопад не останавливается, снегопад продолжается, и мы должны с пониманием к этому отнестись. Но, тем не менее, и транспорт у нас едет, и выход из подъездов в основном прочищены. Хотя есть замечания даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей-дворников сегодня вывели на территорию. Глава Самары в очередной раз обратилась к жителям города с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы была возможность качественно и в срок убирать территорию. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.